Кубок Крыма по фридайвингу разыгрывался в двух дисциплинах. В первый день участники соревнований собрались в бассейне спорткомплекса филиала МГУ. Статическая задержка дыхания в воде доступна всем желающим, а потому в этот день было много дебютантов. Несмотря на кажущуюся простоту упражнения, серьезного результата без соревновательного опыта достичь трудно. Особое внимание судьи уделяют безопасности спортсменам. Страхующий судья постоянно находится в воде. По команде сигнал он касается левого плеча дайвера и получает ответ пальцами – окей. Протокол выхода из задержки дыхания очень строг. За 15 секунд спортсмен должен снять очки или маску, показать правой рукой сигнал – окей – и продублировать его голосом, глядя в глаза судьи. Политанка отработала упражнение очень хорошо, четко, слаженно, без единого замечания. Видно, что человек занимается, выполняет все функциональные пробы правильно. Одним словом – профессионально. Результат отличный, поставила личный рекорд. Заявила, конечно, меньше, но первый раз в соревнованиях часто. Самое сложное, мне кажется, полностью расслабиться, потому что такое волнение для первого раза. Вот так вот здесь нервничаешь. Я, в принципе, довольна собой, потому что я заявила меньше, пролежала больше. Вот, поэтому такой личный результат я довольна собой. Первый раз участвовала, и обстановка, наверное, показалась самой сложной. А когда уже находишься на старте, то, в принципе, уже по ощущениям выполняешь, что там надо. Неадекватное поведение спортсмена карается дисквалификацией. Участник должен претендовать на результат, при котором он имеет запас прочности и не теряет сознание от микрогипоксии. Мой товарищ, Дмитрий Залютаев, он, к сожалению, получил красную карточку, потому что завершил ошибку в поверхностном протоколе. То есть он должен был встать, показать знак, и после этого сказать I'm OK. Чисто и ровно. Но, к сожалению, у него он запнулся, и у него I'm OK не получил сказать в первый раз. Поэтому он получил красную карточку. Потому что подозрение на то, что он был уже не в состоянии сделать самостоятельно. Сегодняшний мой результат я дисквалифицирован по причине, как бы, отсутствует опыт. Были озвучены все правила, как бы, но перестартом чуть-чуть набрал брод воду. Это будет полная дисквалификация, хотя я просволновался, раздельно, как-то начал протестовать. Ну, действительно, как бы, правило есть правило, правило жесткие, это безопасность, это все-таки вода. Поэтому, ну, как бы, что имеем, то имеем. Первый раз будем учиться к лучшему, стремиться. В следующий год, думаю, с этим. Интересные методики разминки спортсменов перед контрольным вдохом. Они стараются полностью расслабиться и свести расход кислорода организмом до минимально возможного уровня. Даже пульс снижается с 90 ударов до 40. И в итоге мастера благополучно достигают результатов 6-7 минут. Сегодня особо там рекордов не ставили. Так, в зоне комфорта. Результат 5-41. Ну, личный рекорд 6 минут. В принципе, все просто. По большему брать воздух и экономнее его расходовать. Органы, которые расходуют кислород, это мышцы напряженные. Ну, и нервная деятельность, высшая, скажем так. Мысли, которые у вас в Валере обродят, то есть это, ну, сравни медитацию. Вы должны отключить. Я впервые участвую в подобных соревнованиях. Просто как любитель показал неплохой результат. Несмотря на то, что участвую в 2-50, заеду 3 минуты, но, к сожалению, не пролежал заявленное время. Получил желтую карту. Для первого раза он был. Что самое сложное в этом упражнении? Расслабиться. Максимально расслабиться. Можно было бы еще чуть-чуть, но для первого раза класс. Почему для первого раза? Я первый раз в соревнованиях участвовал. Какой мечтат? 3,49. Это пока лучше время? Для меня, да. Ну, а для среди других я пока еще не знаю, я не узнал. Я, в принципе, получается четвертая пара сейчас. Но посмотрим. Во время погружения не должно быть никаких мыслей. Потому что мозг – это очень активный потребитель энергии, кислорода. И поэтому самое лучшее, что можно сделать для достижения результата – это расслабиться. Собственно, для этого и нужен ассистент, который может подать знаки для того, чтобы, например, ориентиры во времени. И, соответственно, облегчить пребывание в воде на момент состязания. Ну, а как узнаешь, что уже хватит расслабляться, пора всплывать, пора возвращаться к деятельности? Организм очень хочет вдохнуть. В ходе тренировок понимаешь свои пределы, свои пороги. И начинаешь чувствовать, когда уже невозможно это терпеть. И после этого уже решаешь для себя, всплыть или не всплыть. Неужели ни одной мысль в голове? Нужно стараться. Для этого, как бы, собственно, и проводятся тренировки. Одной из целей тренировок – научиться расслабляться. Поздравляю, делаю аппарат. Мысли уже в голове появились? Ну, пока так. Еще пока очень сумбурные и хаотичные. Постепенно прихожу от себя. А личный рекорд какой? 5.35. 5.35 был? Да. Сейчас сколько сделал? Сейчас сделал 5.12. Ну, я доволен результатом, потому что это практически без подготовки. И последние несколько сумасшедших дней было тяжело. Пройдя испытания статикой, спортсмены переходят ко второй дисциплине, где стараются совершить максимально глубокое погружение в открытом море. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова